книга открытым оком том 4 вопрос 1250 расскажите по какой причине вы молитесь царю николаю второму только ли по той причине что он канонизирован отвечает игнать тихонич лапкин как-то мой племянник попросил написать реферат о ленине как вожде мирового пролетариата я слишком много занимался этой креатурой позже мне передавали что написано мной читали в разных учреждениях новосибирске настолько она им понравилась в нашей книге для слова божия нет уз есть статья проклят человек который надеется на человека это одна из моих публикаций в газете молодежь алтая о ленине напечатали ее ко дню рождения вождя всех иуд и как мне говорил редактор предложили опытным коммунистам дать ответ на эту статью все решительно отказались прочитав ее только один доцент совсем уж малахольный что-то невнятно вякнул даже и не по теме значит никогда не нужно никому подыгрывать а всегда нужно говорить так как есть сознанием дело но когда это же племянник вновь обратился ко мне написать о царе николае как человеке с которого я пишу образ я сразу же отказался удивлены были даже близкие друзья знаю что еще задолго до канонизации 1982 года я уже молился ему дело тут намного сложнее чем с ульяновым там все одноцветно цвет грязи и крови в которой жил человек обманывавший миллионы людей из кремля причина в том что я не могу писать образ того кого не уважаю вот мое мнение о последнем помазанники из дома романовых как царь он был страшно бесхарактерный слабовольный ему не нужно было принимать царство а уж если принял он его то только по малодушию и по недалекому уму быть может следовало рассуждая задним числом принять царство и тут же отречься от него за весь дом романовых а царем провозгласить столыпи на петра аркадьевича и хранить его как зеницу ока теперь посмотрите на личность этих людей и вы поймете что я хочу сказать если ты царь земной то подражает давиду юстиниану феодосию старшему которого прославляет иоанн златоуст если эти личности покажутся тебе не симпатичными так как они были глубоко верующими тогда царствуй как иван грозный и петр первый которых чтили даже коммунисты ибо они их понимали какой же ты царь если допустил такой разврат умов великой империи и потом разом отрекся от власти при лицом масонов у него не было цельности натуры а это мне крайне не симпатизирует у него была вера и особенно после ареста но вера была на самом обыденным общепринятом уровне не евангельская все шло в государстве как бы самотеком он был слишком добр с врагами и они этого не могли простить ему здесь нужен был кромвель и диктатура царя церковь канонизировала его и я возвышаюсь над своим личным мнением и верю что он находится в царстве небесного отца со всеми своими совсем своим венциносным семейством но я ему молился еще задолго до канонизации как мученику с чем наше тело можем мы сравнить она как крепость с добрым гарнизоном которому поручено хранить все то что божьим создано законом тот гарнизон духовной состоит из совести любви добра терпения у крепости порой невзрачный вид и трудно отражать ее нападения враг непомерно осилен и хитер пускает в ход он стрелы искушения соблазны затуманивают зор и кажется не избежать крушения запасы у души невелики надежды нет на торжество от рады все новые и новые полки дьявол формирует для осады слабеет совесть у терпения сил все меньше с каждым часом и минутой враг взрывами надежду угасил он крепость хочет взять атакой лютой любовь и вера телеграммы шлют без без подкреплений мы сдадимся скоро готовит враг торжественный салют стреляет пушки и гудят моторы изнемогает тело от стрельбы она вот-вот откроет все ворота и гарнизон уляжется в гробы коль не придет на помощь срочно кто-то дьявол всем нам предлагает мир но дружба с ним позорное явление спаситель друг небесный командир скорее пришли на помощь подкрепления война с врагом напоминает ад у сатаны гранаты пистолеты пусть ангелы скорее прилетят им не нужны аэропланы джеты ответ получен не оставлю вас молясь сражайтесь не боясь до крови вам продержаться нужно только час мои войска для битвы на готове одобрен телеграммой гарнизон душа не сдастся битва будет длиться идет спешит с огромным войском он тот кто сейчас советует молиться усталые глядите вот он тут у ангелов в руках мечи возмездия врагу не сдался ни один редут ликует небо искрится созвездия страшно душе дьявольская власть в бою несметно вражеская сила но почему же крепость не сдалась лишь потому что бога попросила коль искушения близится змея взывай к христу бессмертною душою есть сила свыше милые друзья коль враг на нас обрушится войною н. вадневский вадневский Продолжение следует...